Продолжаются сходы в поселениях. Очередная встреча жителей с представителями власти района состоялась в Дмитриевском сельском поселении. На мероприятии присутствовали глава администрации Кашхабрского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, прокурор Кашхабрского района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Антзаур Гишев, депутат Госсовета Хаса Республики Адыгея Зурабзехов, начальник управления администрацией района, руководители организаций и учреждений различных форм собственности, жителей поселка. Открыл сход заместитель главы поселения Муртаз Пшизов с докладом об итогах работы администрации Дмитриевского поселения за 2016 год. Было проведено 40 субботников, не считая еженедельных чистых четверговок, где проводились мероприятия по расчистке лесополосы, уборке мусора, несанкционированных свалок, ликвидации, скашивании сорной растительности, высадке саженцев. Систематически заменяются лампочки уличного освещения. В этом году установлены 32 светильника, отремонтировано 6900 метров гравийных дорог, отремонтирована часть асфальтированной улицы по улице Консомольской 800 метров, строительство тротуара по улице Шоссейной 168 метров, строительство тротуара по улице Центральной 200 метров, установка дорожных знаков, установка новой водонапорной башни в поселке Чехрак, накладка водопровода в ауле Хачемзи протяженностью 600 метров, завершено расширение и очистка русла Чехрак, установка детских площадок в населенных пунктах Отрадный, Ауха-Чемзи, Хутор Новолексевский и Хутор Красный Фарс. Строительство сотовой башни в ауле Хачемзи. Сделан проект берега укрепления реки Фарс в поселке Дружба и в хуторе Отрадном. Начато строительство мини-футбольного поля в ауле Хачемзи. Согласован проект прокладки газопровода высокого давления через хутор Красный Фарс. Выделен земельный участок под строительство вышки сотовой связи МТС. Это вот у нас здесь во дворе. Выделено 5 земельных участков под многодетные семьи. Под строительство индивидуального жилого строительства. Проведены ремонты в СДК. По школам и садикам. В Хачемзиевский дом. Замена окон. Приобретена стиральная машинка. Замена линолеума. В Дружбинской. Текущий ремонт. Приобретена бензокосилка. Замена линолеума. В Хачемзиевской школе. Ремонт полов. Ремонт ступенек. Приобретена электропилита. Ремонт школьного автобуса. В Чехрагской средней школе. Замена запасных дверей. Замена дверей спортзала. Замена плитки на лестнице. Текущий ремонт. Замена кровли козырька. Далее Муртаза знакомил присутствующих о перспективах развития поселения на 2017 год. Поддержание в надлежащем порядке дорогу. Увеличение количества светильников для освещения улиц. Замена водонапорной башни в хуторе Новоалексеевском на более объемные с учетом подключения хутора Красный Фарс. Водоснабжение хутора Красный Фарс. Прокладка газопровода высокого давления через хутор Красный Фарс. Строительство береговубления в поселке Дружба и хутора Отрадный. Изготовление проекта амбулатории в поселке Дружба. Строительство тротуаров в поселке Дружба по улице Заводской. Строительство тротуаров Аули Хачемзи к школе. Строительство водопровода по улице Широкая и хутор Новоалексеевский. Строительство дороги между хутором Дмитровский и хутором Политодел. Строительство дороги в Аули Хачемзи по улице Степной. Аслан Цекушев, участковый полномоченный полиции, доложил о криминогенной обстановке в сельском поселении. Составлено 101 административных протоколов по разным статьям. То есть данные лица были привлечены к административной ответственности, кто платил штраф, кто отбивал сроки наказания у нас в изоляторе временного содержания. На территории, обслуживаемой в рамках Дмитриевского сельского поселения, зарегистрировано 30 преступлений, из которых расследованы и переданы в суды с обвинительными заключениями 22 уголовных дела. То есть нераскрытыми остаются 3 уголовных дела. Сходя из проводимого анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений в данной проблеме, немаловажным остается именно социальный фактор – отсутствие постоянного источника дохода, злоупотребления спиртных напитков. Прокурорка Шхабского района Евгений Зиновчик, в свою очередь, затронул вопрос безопасности дорожного движения и призвал всех быть бдительными на дорогах и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. По поводу управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. То же самое. Обратите внимание своих знакомых, своих близких, чтобы ни в коем случае не садились за руль в этом состоянии. Вот только в этом году, в результате ДТП, вот за последние полгода 7 человек погибло. 7. Поэтому, прежде чем садиться за руль и уж тем более думать о том, чтобы сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, ну, лучше крепко задуматься и это не делать. Не портить жизнь ни себе, ни то, что называют своим окружающим. Затем слово было предоставлено председателю комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслану Кидокоеву. Он отметил добросовестную работу главы Дмитриевского сельского поселения, а также поинтересовался мнением людей в отношении его работы. Вот, если честно, я хотел бы услышать от кого-нибудь из вас оценку работы главы и возглавляемой им администрации. Просто, почему я вот заостряю на этом моменте вопрос, в принципе, о Руслане, думаю, что я не открою никому великую тайну, самые благоприятные впечатления и на республиканском уровне, и у меня лично, я думаю, что у районной власти, поэтому хотелось бы, чтобы мои мысли нашли подтверждение в ваших словах. Я хочу благодарить Руслана Ильича за его работу. Мы, как работники культуры, сколько к нему не обращаемся со своими просьбами, он всегда выполняет. Хочу отчет о работе нашего главы об итогах 2016-го и перспективах развития на 2017-й принять к сведению, а работу главы нашего считать, признать удовлетворительной. По традиции в завершении выступил глава Кашхабского района Заур Хамирзов. Он отметил, что на следующий год будут проводиться работы по газификации и водоснабжению в хуторе Красный Фарс, в поселке Дмитриевский начнется строительство новой врачебной амбулатории, силами и средствами администрации района будут произведены берегоукрепительные работы в поселке Дружба. После выступления Заур Аскорбевич ответил на все интересующие жителей вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!